Девушки отдыхают В ближайшие 30 минут мы будем превращать обычные, доступные, я бы даже сказал, недорогие ингредиенты в настоящее кулинарное угощение. Поэтому, дорогие телезрители, располагайтесь поудобнее за нашим телевизионным Достарханом. А руководить кулинарным процессом будет талантливый бренд-шеф ресторана «Чехов» и комплекса «Метро» Александр Пацюк. Александр, добро пожаловать. Здравствуйте. Вы не впервые у нас? Да. Александр Пацюк. Уверен, что настоящего шеф-повара можно назвать капитаном, который держит штурвал и задает правильный курс. Любовь к кулинарному искусству наш герой заметил еще в детстве. Создает изысканные яства на профессиональной кухне уже 13 лет. За это время успел овладеть навыками приготовления национальных блюд разных стран мира. Мы будем удивлять, но удивлять мы будем не одни. Сегодня ликуют поклонницы Ерлана Алимова, потому что известный продюсер, ну а в прошлом старист группы «Перцы» у нас сегодня в гостях. Ерлан, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем. Добрый день. Здравствуйте, Ерлан. Здравствуйте. Привет, дорогой. Это как я знал? Да, именно так. Ну, мы с Ерланом очень давно дружим, поэтому можем иногда... Да, не дружим. Хорошо, не дружим? Хорошо. Вы познакомились с Александром, да? Да, Ерлан мне зовут. Сейчас, когда все в сборе, самое время представить нашего генерального партнера, компанию «Евразиан Фудс Корпорэйшн» с брендами «Три желания», шедевр «Золотые горы». Незаменимые помощники на любой кухне сегодня мы с вами в этом убедимся. Итак, Александр, вы командуете. С чего мы начнем? В первую очередь нам понадобятся... Так, расскажите. Перчатки вам. Перчатки. В этом уникальном блюде, который называется куриный рулет с кускус, правильно? Да. С кускусом. Нет, куриный рулет мы будем фаршировать вареной копченой говядиной, бэби-морковкой, грибами шиитаки. Так, грибы шиитаки. Мы будем его припускать при низкой температуре, он будет у нас готовиться, вариться в воде. Все ясно. А можно мы расскажем нашим телезрителям? Это кускус. Да. А это у нас... Это бэби-микс. Это просто как гипсовый. Лиз салатовый, это у нас черри. Помидоры черри, это зелень зелокорубленная, сухарики, грибы шиитаки, вареного копченая конина. Канина это? Да. Ух ты, клев. А это у нас что? Это корочок куриный. А, все. Ну, мы его предварительно, кость у него мы убрали. Так как у нас один молоток, то мы будем по очереди. Будет это делать Ерлан. Знаете почему? Потому что Ерлан, он в свое время занимался боксом. А я, кстати, вот не знаю, сколько по времени это занимался. Расскажи. Вообще, предыстория была такая, что я пел и занимался боксом одновременно. Это привычная история, да. Вы можете мне не объяснить, что это делать. Когда он злится на Али или Индии, он сразу подумал, тык-тык-тык. Я с артистами очень вежлив. Правда? И, получается, в 7 классе я начал тренироваться. И тренировался включительно до первого курса университета. И в связи с этим ты про спорт просто говоришь, правильно? Получается, давно я уже не занимаюсь. Все ясно. Да. Но зато ты теперь папа. Мы можем об этом говорить? А, почему бы? Нет. Ну, сразу просто минус тысячу поклонниц тебе. Да, нет. Все уже давным-давно знают, что я люблю свою жену, что у меня семья. Так же, как и ты. Да, мы не скрываем с тобой. Да, и я тебя тоже поздравляю в эфире. Тем временем, пока вы отбиваете для рулета крышу, мы поставим воду. Мурат, ты хоть что-нибудь делай. Слушай, ну я что, я хожу, я здесь руковожу. Руководишь? Это тоже очень сложно, мне кажется, руководить. На кухне. Тебе вопрос. Тем более, когда профессиональный шеф. Как можно руководить шефом? Ну, у меня получается. Второй кусок мы тоже будем отбивать? Тоже, да. И второй же тоже делайте. А вы будете тем временем делать этот. Ты какой-то шумный, Ерлан, честное слово. Кто из нас шумный? Вот это шумный вопрос. Солим. Переворачивай? Секунду. Нет, нет. Мурат. Перчим. Мурат. Пока Ерлан из себя изображает барабанщика, мы тем временем фаршируем уже. Пока Ерлан занимается привычным делом. Да. Морковь. Ага. И грибыши и так. Мы их замачиваем в воде. И потом мы их варим минут 15-20. Я думаю, хватит, да? Я думаю, да. Просто потому что уже голова у меня болит от шума. Слушай, ну давай вернемся. Я думаю, что и тебе приятно будет вспомнить. Вот первый твой выход на сцену. И еще в качестве участника проекта телевизионного. Суперстар же, правильно я говорю? Да. Какой-то год, расскажи. Нет, нет, вот именно когда ты пришел на кастинг, когда там было тысячу людей. Это я помню прям по дням, по часам. Ну вот расскажи, я думаю, что многим интересно будет все-таки вернуться. Какой год? Да, потому что многие спрашивали. Это 2005 год был. Это значит 10 лет назад. Ровно. Вот меня прослушали. Угу. Вот из 600 человек отобрали 45. Да, 660 человек было. 45 отобрали, и из 45 отобрали 15 человек, которые вот среди этих 15 человек, которые попали в Алма-Ату на отбор, был и я. Угу. Да, и потом мы приехали, я впервые в жизни приехал в Алма-Ату. Да, вот так вот. Да. Это был, если они что-то с ноября месяц, было прохлада. Перебью тебя. Значит, мы еще раз, давайте напомним, что мы отбили куриное филе. Мы сейчас нарезали... Куриное окорочок. 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 Куриное окорочок. А что еще можно добавить? То есть по желанию? По желанию. Можно куриное, можно там мусс куриный приготовить, можно сделать овощное, можно сделать с овощами. Все понятно. Теперь как мы заворачиваем? Фантазия. Я не видел, как вы заворачиваете. Булет. Теперь делаем, как с суши мы готовим. Мы его очень хорошо стягиваем, чтобы не было воздуха. А, вот так. А вы прям вот так в салфоне будете его и варить, да? Да, все, фаня, да. Мы сделаем дырочки в воду, мы посолили, поперчили. Клево. Дырочки делали для того, чтобы соль проникла, да? Чтобы, да, проникала еще соль. И чтобы дышало мясо, да? Да. Ты прям все знаешь, Езван? Ну, я же был студентом. Все, давайте вы этот рулет тоже. Ты попробуй, попробуй. Нет, нет, ты работай, работай. Ты работай. А ты рассказывай, рассказывай тогда. Так, а когда все в Алматы? Степая приехали в Алмату, там было очень много людей. Вот мы приехали в Алмату на кастинг. Нас поселили в одном лагере. Мы приехали за городом. Вот, нас было 150 человек. Что ты думаешь, 47 человек было из Алматы? То есть, те люди, которые прошли кастинг в Алмате. Соответственно, 100 человек по всему Казахстану собрали. Ну, ты представляешь, да, 16 областей и 100 человек всего лишь. Соответственно, я был счастлив. Оказаться? Да, оказаться. Ну, верил, честно, верил? Нет. Не верил? Плотно, прям плотно. Давай, сделай ты, у тебя получится плотно. Попробуй ты. Сделай хоть что-то полезное сегодня на кухне нам. Да, я только говорить пришел. По идее. Плотно прям надо? Я, на самом деле, не готовлю вообще сейчас. А что, кстати, ты любишь кушать? Что ты любишь, когда тебе готовят? Ну, я люблю все, наверное, казахское, домашнее. Я люблю бешпармах, я люблю курдак, я люблю хазахарта, я люблю мясо. Мясо обязательно должно быть на столе. Теперь будет. Как конфетку стягуем. Ну, я думаю, ты тоже любишь мясо? Ну, конечно, конечно, кто не любит. То есть мясо это обязательно должно стоять, так как мы мужчины, мы должны есть мясо. Завтрак – это начало твоего дня. Будет ли он насыщенным? Полным ярких красок? Пройдут ли гладко все намеченные дела? Или тебя закрутит в будничных заботах? За завтраком все это не важно. Масло, золотые горы, вкус и польза. Вот что важно. Рулеты у нас готовы. Готовы. Теперь что мы делаем сегодня? Теперь мы их возьмем, зубочистку или шпажку, мы их потыкаем, чтобы... А вон, зубочистка. Ну, это по твоей части. Чтобы руки не напряглись, да, зубочистка это... Берите свой авторский рулет. А просто как сосиски, да? Да, да. Обалдеть. И на медленном огне. Сколько минут мы варим? Минут 15-20. И достаточно. И да, она будет готова. И прям мясо проварится? Курица, да, конечно. А, это же курица. Курица, она быстро готовится. Мы параллельно сейчас приготовим к нему гарнир и соус. У нас будет курица, вот гарнир, каша, кускус. Так. Я забыл про кускус. Для этого нам понадобится... Сейчас мы поставим, закипятим воду. Отлично. Чтобы ее залить. Она готовится очень быстро. Мурат, классно мы с тобой готовим, да? Нет, мы же сегодня учимся. Мы в первую очередь сегодня учимся. Насыпаем сюда. Кстати, тебе вопрос. Ты дома готовишь? Ну, честно, я люблю готовить, но нет. Не готовишь? На все высыпаем? Ну, можно половину. Достаточно? Еще давайте немного. Все, солим, перчим. Нам понадобится сливочное масло. А где у нас сливочное масло? Сейчас я его принесу. Это не моя... Соли не жалею, ничего немножко, наверное. Хотя я на своей кухне тоже не знаю, где что лежит. Да? Нет, я вот всегда говорю о том, что я не... Не потому, что я вам считаю, что вот только жена должна готовить. Не поэтому. Я люблю, но просто лень. Вот я ленивый человек, очень ленивый. Так, прошу. Нет, это, наверное, еще из-за того, что ты много работаешь. Ну, может быть. Потому что ты приходишь домой, уставший, зачем тебе еще готовить? Первый раз ты сегодня меня за всю нашу дружбу защитил, вдруг, сегодня меня. Что это с тобой? Ну, ты как что со мной? Что со мной? Я же все вижу. Ну, понятно. Инстаграм. Амамбулсн. Инстаграм. Кстати, мы должны сегодня сделать селфи. У нас есть наш хэштег. Это обязательно. Сказал про Инстаграм. Добавили сливочное масло. Сколько примерно это грамм? Грамм? Ну, грамм 10-15. Грамм 10-15, хорошо. Закипела вода. Ага. Заливаем. Прямо масло, да? Да. Прямо масло заливаем кашу, чтобы покрыла где-то приблизительно 1 сантиметр вода. Я извиняюсь, но мы не моем, да? Потому что я гречку мою перед тем, как кускус надо будет. Ну, она чистая, она обработанная. Кускус. А, она чистая, да? Уже изначально. И если нету крышки, мы, в принципе, в домашних условиях можем использовать ту же пленку. Надо плотно накрыть, чтобы она запарилась. Для соуса нам понадобится сливочное масло также. Угу. А ну тут? По-прежнему. Можно было его не убирать. Да, но я не знал, что он вам вновь понадобится. А ты просто... У нас сегодня шеф непредсказуемый. Да. Прошу. Набавим сливочное масло. У нас будет соус на основе. Нет, на основе сливочного масла сливочный соус будет. Угу. То есть мы ложим, да, грамм 100, масло смело 100-150. Ага. Прям так не жалея, да? Да. Да, масло. Заранее мелко рубленная зелень. Петрушка, укроп. Супер. И... Аппетитно, да, масло, когда тает? Оставшиеся добавляем морковь. Угу. А как морковь мы сварили? Можно расскажем? Просто? А я предварительно привариваю, да. Вообще все овощи можно готовить. Не важно, какая морковь? Нет, это бэйби. Да, нет, ну без проблем. Можно обычную, домашнюю. Без проблем. Солим, перчим. То есть доводим его до вкуса. Угу. Ну вот смотрите, я посмотрю, вы не жалеете ни перец, ни соль. Да, обычно как-то везде... Это же соль, правильно? Да. Ну, в рулете, потому что курица возьмет в себя. У нас, в принципе, для горячего блюда готово все. Все? Соус готов, курица почти готова, еще минут 7-10. Кускус у нас тоже, в принципе, готов, уже запаренный. Кускус передержать можно или не стоит? Не, ну если вы его передержите, он будет обычная каша. А. А он должен быть немножко рассыпчатым. То есть 5 минут, да? Да, но это по желанию. В принципе, есть люди, которые любят, чтобы как каша он был, добавлять больше масла, да. На любителей. Кто-то любит, чтобы рассыпчатый был. И сейчас мы начинаем готовить суп. Одно из блюд сегодняшних, это именно куриный рулет с кускус почти готов. И мы переходим к следующему блюду, который называется суп-пюре с гречкой и куриной печенью. Друзья, мы никуда не переключайтесь. Куриный рулет с кускусом в сливочном соусе. Отбиваем куриное филе, солим, перчим. Копченую говядину нарезаем соломкой. Выкладываем кусочки на куриное филе. Сюда же помещаем вареную бэби-морковь и предварительно отваренные грибы шиитаки. Формируем рулет, стягиваем его пищевой пленкой. Делаем над колу зубочисткой и опускаем в подсоленную кипящую воду. Для гарнира. В кускус добавляем соль и перец. Сливочное масло. Заливаем крупу кипящей водой и запариваем. Для соуса. В сотейник помещаем сливочное масло. Добавляем микс мелкорубленной зелени. Кусочки отваренной бэби-моркови. Добавляем соль и перец. Готовый кускус выкладываем на пергамент. Сюда же помещаем нарезанный рулет. Поливаем соусом, декорируем зеленью и помидорами черри. Добавляем сухарики. Приятного аппетита! Друзья, это кулинарное шоу «Магия кухни». Хотите готовить с нами прямо сейчас? Делайте это обязательно в хорошем настроении. Такое, как у нас, собственно. Ну и мы переходим к следующему блюду. У нас завершается, по-моему, уже приготовление нашего предыдущего блюда. Да, еще буквально минуточку. Ждем минуточку, а пока расскажите нам, что понадобится для того, чтобы приготовить... Для супа нам понадобится предварительно отварная гречка, куриная печень зачищенная. А гречку мы варили не как кускус? Прям варили в... Ну, варили. Все, да, я уточняю, мало ли. Молоко, сливки. Сколько процентов? Сливки 30 процентов. Чеснок и лук-порей. Для этого нам понадобится... Так. Две сковороды? Две. Чтобы сделать так... Как в одном фильме. Начинаем. Ирланд, давай ты, наверное, будешь резать. Резать гречку. Это очень сложно. Да, резать гречку. Ну, а мука нам понадобится, Александр, скажите? Да, нам понадобится мука. Так. Мука нам понадобится для того, чтобы обжарить куриную печень. Как раз вы этими займетесь. А растительное масло? И растительное масло обязательно. Соль, перец. Одну минутку, принесу. Так. Вот для того, чтобы так вот научиться резать это. Сколько времени надо? Я попытался, мне не получилось. Прости. Ну, это все зависит. Герланд, я вас перебью. Не надо нас перебивать, пожалуйста. Я вас умоляю. Ну, хватит ругаться. Сколько? Пару слов уже. Сильно нагрелась сковорода, мы ее немножко снимем. Туда тоже? Отличается ли лук-порей вкусом от обычного лука? Да, конечно. Он острее или что? Нет, тон слажа. Сейчас вы попробуйте, аромат лучше. Сюда немного муки насыпаем. Слишком тонко надо резать. Да? Достаточно? Все, достаточно. Отлично. Меньше не получается слишком тонко. Теперь нам понадобится еще чеснок. Только в чеснок обязательно надо удалять сердцевину. Вот эта сердцевина в чеснок, она дает всю горечь. Запоминайте. Понял? Я об этом знал, кстати. Я об этом знал, что именно неприятный запах, вот именно вот это. Это сердцевина, да? Правильно? Да. Вот, я это знал. Все, солим, перчим печень. Угу. Так. А вот это тоже мы сейчас обжариваем. Лук-порей, чеснок. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла. Я готов уже заливать. Сейчас масла немного. Подожди, пока не заливай. Вот скажи, Ерлан, все-таки можно мы продолжим тему того, что каково это быть артистом, а потом вдруг стать за кадром? Ну, вкратце. Вкратце объясню, что я был артистом, понял, что это такое вкусил, побывал на сцене, овации. Да. Я не скажу, что мы, да. Ну, были, конечно, были. Если я даже застал этот период еще. Да. Я вас немного перебью. Куриный рулет у нас. Вы нас не немного, вы нас очень часто уже перебиваете, но вам можно, потому что вы шеф. Вы шеф. Итак, давайте. Куриный рулет у нас готов. Я сейчас придержу. Давайте мы его сейчас. Может, мамочка, вилочку дать какую-нибудь? Нет, мы его сейчас снимем. Обязательно. Сейчас немного она остынет. Мы ее убираем в сторонку. Вот, я продолжу, что я понял, что это такое, и я во время, будучи уже артистом, параллельно я работал администратором. Все, давайте сюда обжариваем лук, чеснок. То есть ты уже, в принципе, испытывал на себе. То есть я уже работал. Первые клипы, видеоклипы, я ездил как администратор со всем составом группы «Перц» и «Чайна Таун». Да. Соответственно, с 2006 года я уже параллельно начинал работать в той компании, которая нас продюсировала. Соответственно, это для меня было не ново. И после того, как группа, ну, в смысле, были уже вести о том, что, ну, в смысле, мы уже планируем… Завершали. Завершали, да, карьеру свою. Я вас еще раз перебью, мы обжариваем, лук, чеснок мы обжарили, добавляем… Он позеленел, да, еще, или, мне кажется… Масло нам еще понадобится? Нет. Добавляем гречку. Да, ту самую. Которую я нарезал, да, квадратиками, ага. Гречку с луком тоже самое, солим, перчим. Так. Прям соль, перец везде. Везде, вот ты обратил внимание, да, очень много. Ты стал директором изначально «Динары». Я, да. Мы параллельно обжариваем. В связи с тем, что у меня уже были какие-то навыки, в смысле, я уже работал, мы, в смысле, встретились с «Динарой» и поняли, что, ну, в смысле, она предложила работать вместе, и я согласился, и мы начали работать вместе. За полтора года мы сделали очень большой объем работы, мы сделали четырех объемов. Имя «Динара Султан» было очень на слуху. Да, очень распиаренное, скажем так, если… Да, и в связи с этим я понимал, что, да, действительно, это мое, и я вот тогда понял, что за кадром работать все-таки тоже есть в этом плюс. Вот, потом, 2012 год, Али идет на один тоже телевизионный проект, после которого тоже говорит, мне нужен директор. Я говорю, ну, давай я. Он говорит, ну, я говорю, есть такое. А кто же? Я говорю, я. Мы ехали в машине в такси. И вот этот вот, вот этот разговор у нас был в такси. То есть, ну, вот судьба, если уж прям так говорить, да? И мы с Али поняли, что действительно у нас есть тоже понимание, что делать дальше. И все, и мы начали работать с января 2012 года. Но я тебе скажу, что действительно очень… Оба твои проекта в качестве директора, они были очень успешны. Сейчас ты стал еще и продюсером. Да. Вот теперь, вот это вот самое сложное, потому что, если до этого ты был директор, и ты решал, на какой концерт ехать, на какой нет, то сейчас ты вкладываешь и деньги, силу и душу, понимаешь? Вот расскажи подробнее теперь об этом проекте, но чтобы… Давай уточним, Александр, все ли у нас… Что мы сейчас делаем? Обжариваем. Эту печень мы доводим на готовность на медленном огне. Давай напомним нашим директорам, что мы это все сварили. 15 минут варилось у нас. Да. И сейчас мы это все разделываем. Смотри как. Да, очень легко. Рамотно. Да, все раз. Ух ты. А вот слабо сегодня дома взять и приготовить жене? Вот такой рулет. Не слабо, вообще никогда не слабо. И выложи это в Инстаграм с хэштегом «Магия кухни». А, хорошо, окей. А вот только так мы сможем увидеться, обманул ты нас или нет. Мы будем ждать. Рулеты у нас готовы. Так, рулеты у нас готовы. Так. Так, и вдруг ты объявил кастинг. Мы объявили кастинг, пришло 350 заявок от девушек с разных городов. Это прилично же, да? Это прилично, потому что, извините, на телевизионные проекты столько заявок бывает, а тут... Ну, мы объявили только это в интернете. Я и говорю, я и о чем говорю. Несколько каналов нас поддержал, на самом деле. Ну, хорошо было. Были очень талантливые девушки, красивые девушки. Но как раз в этот момент мы улетели женой отдыхать, и приходит заявка от Эндиры. А мы ее знали. Мы знали, кто она такая, где она работает. Но я не мог подумать о том, что... Что она не против того, чтобы посотрудничать. И, естественно, я обрадовался, и... Ну, это сейчас, Эндиры, не смотри. Я обрадовался, потому что она поющая девушка. Она выглядит хорошо и человек хороший. Самое главное. Это важно. Да, это важно. Это важно, потому что мы общались, у нас общие друзья есть, и мы слышали то, что она... Сейчас все, что ты будешь говорить, мы не услышим, потому что лук и чеснок, который ты обжарил вместе со сливками... В сливочном соусе прокушенная гречка. Теперь мы ее пробиваем, делаем торцов с пират. Ух ты! И все это будет мелко. Я Нельцин Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкусы запаха. Итак, мы создали шедевр масла высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус ваших блюд. Если масло, то только шедевр. Теперь мы вот эту масло всю перетирать будем сейчас через сито. Давайте вы будете перетирать, я буду готовить. А, я буду перетирать. И рассказывать. Что делать надо? Перетирать. Вдавливать, чтобы через дуршлаг туда... Нет, через сито, да? Это же сито? Да. Тем временем мы себе подготовим посуду. Ух ты. Посуду готовим. И получается мы... Угу. Получается мы встретились с ним по приезду сюда. Угу. Вот. Мы поняли, что нам интересно работать вместе. Мы здесь курицу подадим. Ух ты. Вот и через неделю мы подписали контракт. И с тех пор работаем. Это какое было число, ты помнишь? Или какой месяц хотя бы? Это был сентябрь месяц, честно не помню. Надо контракт смотреть. Нет, ну а год? Это был прошлый год. Прошлый год. То есть... Да. Но за год? Нет, не за год. Мы... Когда вот... Когда начали уже? Она участвовала в проекте, и на этот проект ушло у нас три или четыре месяца, соответственно, мы не работали параллельно тогда, потому что не было возможности... Когда мы начали прям вот усиленно работать? Январь. В январе? Да. Подведем... Давай подведем, наверное, резюме. Друзья мои, если что-то очень захотеть, то все может получиться. И даже вот так вот сейчас, вот только у Ерлана это получается. Пюре сцедить через сито. Я просто первый раз в жизни вижу вообще, что такое тело. Ну вот, видите, если Ерлан что-то хочет, у него все получается. А у меня вот нет, не получилось. Но это магия кухни. Да, это магия кухни, мы продолжаем, и у нас по-прежнему здесь все очень магически вкусно. Да. Это по-прежнему магия кухни, и по-прежнему мы с вами здесь, я, Александр и Ерлан. Что мы делаем? Мы уже довели до кипения, да? Да, мы сделали, в принципе, как пюре с гречки. Да. Оно густое. Мы его немного разводим в молоко, сливки, и доводим до вкуса. Сейчас оно немножко, пару минут еще вскипнет, и оно готово. Окей. Так, здесь у нас кускус. Она готова к употреблению. Да, здесь у нас, подведем итог, можно, да? Здесь у нас в масле соус сливочный, с морковкой, с зеленью. Это у нас печень обжаренная, это у нас замечательный рулет, который делал Ерлан. Вроде, вроде все, вроде теперь осталось только довести до кипения. Пока вы доводите. Осталась отдача. Я бы вот у Ерлана хотел спросить. Ерлана, где можно увидеть клип, и как он называется? Вот ваше последнее произведение. Песня называется «Жаргам». Так. Исполнительница Эльдира Идильбаева. Его можно в сети найти. То есть мы можем вот выйти в интернете, он выйдет обязательно. А, вы не скрываете, не так, что только на телевидении? Нет, нет. Все, это можно найти. Он есть на Ютубе, да, его спокойно уже там. Суп у нас готов. Да. Горочкой выложили печень себе. Ее мелко не надо. Смотри, какая. Это не суп все-таки, это соус. Нет, это суп. Это суп. Это суп гречневый. Гречневый суп-пюре. Надо же. С куриной печенью. Все, наша каша готова. И она рассыпчатая. Да. Ты. Она взяла себе воду только, сколько ей нужно. Как вы хотели, собственно. Выкладываем, да, кашу на пергамент. Все, соус можно выключать. Выключать. Я купил. Это вот в ресторане могут так подать, да? Да, конечно. Ну, это уже, в принципе, фантазия повара. А повар у нас сегодня с такой фантазией. Я про вас сейчас говорю, Александр. Спасибо. Как давно вы этим занимаетесь? Я у вас самое главное не спросил. Уже 12 лет. 12 лет. Ну, большой опыт у вас. Все, нарезы. Видите, какая красивая получилась. Красивая, да. У нас грибочки, морковка. Да, под цвет очень. Смотри, а. Титаник получился. Титаник? Ну, да, с трубами там. А, ох, вот видите, какой у Ирлана. Тоже фантазия-то сегодня. Есть, да. Поливаем ложечкой, мы допустим, соусом. Так. Отлично. Ну, и, в принципе, что будет под руками, можно украсить тоже зеленью. Тут уже такое, по желанию, да? Да, немножко зеленью. Ирлана, ты должен такой рулет, ты обещал в Инстаграм выложить с хэштегом. Помидор. Хорошо, не сегодня. Вот когда, ну, легко же. Это я выложу пять дней назад. Пять дней назад. Как ты сможешь пять дней назад выложить? Ты должен это сделать, обязательно. Приготовить дома кушать еду? И второе, что ты добавляешь. Да, вот именно этот рулет. А, именно рулет? Этот рулет я тебе говорю. А, хорошо. Я про рулет сейчас говорю тебе. Я тебе понял, хорошо. И мы ждем альбом. Мы ждем главный альбом Индира. Вот. Мы планируем выпуск альбома на весну следующего года. На весну. То есть, 2016 года, если все получится. Сколько песен вы хотите? Сейчас у нас восемь песен авторских есть. Соответственно, мы еще должны записать пять-шесть песен, и у нас будет альбом. Чтобы отобрать. Дамы и господа, наши оба блюда готовы. Прямо сейчас мы готовы их попробовать. Суп-пюре с гречкой и куриной печенью. Нарезаем лук-порей кольцами. У чеснока удаляем сердцевину и шинкуем. Обжариваем на растительном масле. Затем добавляем в сковороду заранее отваренную гречку. Приправляем специями, заливаем сливки, молоко и немного тушим. После помещаем эту массу в блендер, взбиваем. Гречневое пюре перетираем через сито. Вновь добавляем сливки. На огне доводим до готовности. Куриную печень солим и перчим. Обваливаем ее в муке и обжариваем на растительном масле. Соединяем ингредиенты. Блюдо готово. На ваших глазах Ерлан оценит творение нашего шефа Александра. Ложку надо тоже. Спасибо, Александр. Я вот... Я почему-то уверен, что это соус. Вот Александр считает, что все-таки это суп. Хорошо, Александр, возьмите мой муку. Братья, пойдем. Пожалуйста, тебе ножик. Нет, мне кажется, тебе тоже надо было... Давайте я это пока порежу, но... Ммм... Это очень вкусно. Это очень вкусно, сказал Ерлан, есть! Это очень вкусно. Это очень-очень-очень вкусно. Ерлан, скажи нам пару слов. Вот сейчас ты такой вот в хорошем настроении, тебе очень понравилось. Пожелай нашим телезрителям что-нибудь на... На удачу, на прощание. Скажи. Ну, раз уж программа кулинарная, мне хочется сказать, питайтесь правильно, так как правильное питание зависит ваше здоровье. Соответственно, и занимайтесь спортом. Ну, и хорошее настроение всегда должно быть у всех, везде, в любых условиях. А я тебе желаю творческих успехов. Спасибо. Александр, ну и пару слов от вас, нашим телезрителям. Да, мне очень приятно радовать вас своей едой. Будем расти, учиться и дальше радовать и радовать. Безусловно. А вы должны дома попробовать то же самое приготовить и угостить своих любимых и близких. Ну и просто так я вас не отпущу. Конечно, от нашего генерального партнера, от Евразийн Фудс Корпорейшн, я вам дарю... Офтери. Корзину, осторожно, придержите. И, конечно же, Ерлан, тебе. Очень тяжело, потому что здесь все самое-самое необходимое. Ну а мы отправляемся за новыми кулинарными идеями. Встречаемся здесь совсем скоро на телеканале Хабар. Меня зовут Мурат Матурганов. Всем вам приятного аппетита. Сотни рецептов. Один майонез. Майонез. Три желания. Майонез. 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 Майонез.